Сергей, привет. Привет. Ты в Калининграде, да, находишься? Да. Расскажи, пожалуйста, ты переезжал откуда, да, во-первых, и ты переезжал по программе «Земский доктор», да? Ну как, получается, до 2020 года я жил и учился в Якутске, в 2020 году окончил медицинский институт. Вот я, когда на шестом курсе учился, получается, заранее заключил договор о трудоустройстве с больницей. Они меня пригласили на работу, после выпуска я сразу и поехал. Больница где? В Калининграде, да, была? Нет, я сначала в области работал. Расскажи, как это вообще все устроено. Вообще тебе вот сколько лет было, когда ты закончил вуз, получается, да? Да, я закончил в 30 лет. И как вот эта система работает, да? То есть что она дает человеку, если вот он заключает договор, так и уезжает? Если говорить, ну, про «Земский доктор», если говорить, вот программа работает по всей России, молодые специалисты заключают договора о трудоустройстве с больницами, с лечебными учреждениями, которые располагаются в населенных пунктах, ну, неважно, города, села, там, поселки и так далее. Главный критерий, что населенный пункт должен быть населением не более 50 тысяч. Соответственно, договор заключается на 5 лет. Специалисту, ну, грубо говоря, подъемные, что ли, как это назвать, выделяются миллион рублей. А это в какой момент выделяется? Ну, конкретно в моем случае я выплату получил через месяц после официального трудоустройства. То есть это как бы такой аванс, да, в каком-то смысле? Ну, не прям аванс, а прямая выплата. Ну да, но тебе выплачивают за ту работу, которую ты еще не сделал. Ты обязан отработать 5 лет, да, получается? Да, да, да. Ты работал в каком городе, как он назывался? Светлый. Светлый. А можешь коротко рассказать, ты сколько там, получается, отработал? С сентября 2020 по май 2022. И потом ты, получается, ну, не закончил, да, вот этот контракт, ты как-то его прервал? Да. А можешь сказать, как это работает? То есть можно не доработать, да? С условием выплаты компенсации по неотработанному сроку. То есть они прям пропорционально считаются, сколько вот ты не отработал, ты возвращаешь государству, да? Да, ну то есть, грубо говоря, 5 лет это 60 месяцев, я отработал 20 месяцев, ну, ровно треть. И мне, я возвращал две трети от полученной суммы, от выделенной суммы, которую мне Минздрав предоставил при тут доустройстве. А почему ты решил, ну, не дорабатывать эти, это время? Если прям честно, меня вот утомила эта езда. Каждый день туда-сюда, обратно. Слушай, а ты жил, получается, в Калининграде, да? А работал светлым? Ну, в какой-то момент, когда я до момента покупки квартиры, в начале 21-го, я жил светлым. Приобрел квартиру в Калининграде и, соответственно, в квартире, ну, в своей квартире начал жить и продолжал работать светлым. Передвигался, соответственно, на международном автобусе. Ну, у меня прав нет, машины нет, я не вожу. Сколько времени занимает дорога? В среднем час в одну сторону. И час ты едешь на автобусе, да? И сколько платишь обычно за билет? Тогда билет стоил, дай бог вспомнить, около 100 рублей. Устаешь просто, да, от этого? Ты еще на работе там наматываешься, да, наверное? Не без этого, да. Можешь немножко про светлое рассказать, какое у тебя было первое впечатление и как оно изменялось? Как вообще город менялся ли за это время, пока ты работал? Ну, прям, чтобы сказать, что город менялся, наверное, нет. Ну, еще до приезда я как бы какое-то представление об этом городе для себя составил. Областной городок, небольшой, по городскому округу. К округу там около 28 тысяч населения в самом городе светлый. Плюс-минус 21-22 тысячи населения. Ну, Калининградская область это немало, на самом-то деле. Такой немаленький город. Ну, я такой себе краевед, конечно, мало тут прожил. Ну, как мне рассказывали, это чуть ли не единственный город Калининградской области, который практически не имеет непосредственно немецкого наследия. Этот город был именно при советах построен, как такой промышленный город-спутник. Город располагается на берегу Калининградского залива. Там есть верфи, доки, ну, портовая инфраструктура. Очень много таких промышленных производств. Тот же Лукоил, Содружество СОЯ, есть судоремонтный завод. Обычный, по-советски небольшой город, да? Да, 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 да. Но нет ощущения, я знаю, что города Калининградской области, они как-то по-особому все равно благоустроены, все равно там чуть больше внимания уделяется. Если брать какой-то средний город в России, то там есть много проблесков такого позитива. Ну, сколько я был, но и светлым я не был. Светлым не ощущается, да, вот такого, то есть, ну, каких-то хороших общественных пространств, которые делаются, или каких-то очень чистых, аккуратных улочек. Нет, город такой чистенький на самом деле, ухоженный. А в сравнении с теми городками, где я был, ну, я уже не говорю там про Светлогор, Зеленоградск, имею в виду вот этот Гусев, Черняховск, Балтийский тот же самый. Разительно, да, действительно город отличается тем, что нет, допустим, какой-то вот, какого-то старого исторического центра в этом плане. А так, в принципе, просто за городом следят, да, но не сказать, что он прям сильно как-то развивается. А в каком плане развивается, мы имеем в виду? Ну, может быть, что-то создается новое, делают какие-то реконструкции улиц. Ну, вот еще раз повторюсь, что общественные пространства, может, какие-то новые улицы. На момент, когда я жил, планировался ремонт набережной, по-моему, вдоль канала. Как бы непосредственно, ну, к моему отъезду еще, по-моему, не приступали именно к работам. В общем, утомила тебя дорога, а в самом светлом ты жить не хотел постоянно, да, то есть тебе прям сразу изначально ты запланировал Калининград. Да, в этом плане, да. Про программу можешь еще немножко сказать? Вот, например, нас смотрят сейчас молодые врачи, да, которые заканчивают, может, или там кто-то закончил. Кому стоит обратить внимание на такую программу? И на что, на какие моменты, ну, вот, на каких-то моментах, может быть, что-то сделать по-другому и так далее? Ну, если мы касаемо глобальной, если рассуждать, то мой главный совет, конечно, после специалитета, после шести лет обучения, сразу идти в ординатуру, получать специализацию именно непосредственно медицинскую. Так как у нас, судя по приемным комиссиям и тому подобное, мест не всем хватает в ординатуре, я имею в виду, в бюджетных, а платные те, скажем так, накладные довольно-таки. Ну, естественно, можно взять какое-нибудь целевое, целевое и так далее, направление на поступление. Ну, это опять же с условием там отработок последствий, с тем медучреждением, с которым ты заключил договор, скажем так. А так, если там после выпуска терапевтом, да, я имею в виду, после шести лет обучения, у человека есть желание набить руку, да, практики именно лечебные, получить какой-то опыт, то как вариант заключить этот договор, если прям деньги нужны прям здесь и сейчас, ну, сумма какая некая, да, миллион рублей, то эта программа «Земский доктор» позволяет выручить в таких ситуациях. Но всегда надо учитывать, что есть срок отработки при этом. Минус один, в общем, да, это срок, то, что ты пять лет сидишь в одном месте, в одной больнице и там работаешь. Да. Можешь сказать, вот больница, в которой ты работал светлым, как она вообще в плане там оснащенности, как, то есть она достойно выглядит? Ну, это уже отдельная история, просто там как раз происходит реконструкция, по-моему. Вот я когда туда приехал, там стоял, там, естественно, есть здание больницы, основной корпус, где администрация, где стационарные отделения, и поликлиника, ну, куда непосредственно я на работу устраивался. Поликлиника располагалась в небольшом, очень-очень-очень таком старом здании, весьма ветхом, чуть ли не в аварийном состоянии, по-моему. Снаружи оно такое, ну, зрелище представляло, ну, такое грустное, да. Ну, изнутри, конечно, там повеселее, там ремонт был нормальный более-менее, там проводка, там, и так далее, и так далее. Потом, с течением времени, там какие-то проблемы стали обнаруживаться. Я уже точно не вникал, но начались ремонтные работы. А это уже потом случилось, когда я оттуда уволился. Там-то будет такой забавный такой случай, там, он, как... Алиханов приезжал туда с инспекцией туда, ну, непосредственно в больницу, по-моему, просто в светлую и так далее. Ну, его заодно и там повели в больницу, там, показать, что тут, да как, и как там какие-то работы там происходят, и так далее. И, по-моему, там был такой забавный случай, типа, ну, какой ерундой вы там занимаетесь? Вот это вот что такое, вот это вот здание полуразрушенное. Типа, снести, построим новую. И теперь это здание, где я работал, оно полностью закрыто, готовится к сносу, по-моему. И вся поликлиника, весь стационар теперь располагается в основном корпусе. И они, типа, на данный момент ждут, ну, новое здание, получается. А пока все это происходит, люди страдают? Ну, как? Я же общаюсь со своими коллегами периодически, кто там работает. Ну, там, как бы, у комплекта более-менее там оптимизировались. Там, допустим, в основном здании был постующий этаж, допустим, практически постующий. Там раньше в советское время какое-то отделение находилось, не бурологическое или кардиологическое, которое потом впоследствии было закрыто, что ли. Типа, как сказки, помещения не использовались, кажется. Просто вот этот этаж, там, с первого этажа терапевтическое отделение, грубо говоря, подняли наверх, да? А весь первый этаж, который ранее терапевтическое отделение занимал, там теперь располагается поликлиника. Люди, которые планируют переезд в область, да, в Калининградскую, в частности, в Светлый, по медицине они могут получить какой-то базовый необходимый, да, уровень сервиса? Разумеется, да. Да, я считаю, что да. Потому что зачастую, если вы даже сравниваете с Калининградом, в области, укомплектованность кадрами зачастую бывает даже лучше, чем в лечебных учреждениях самого Калининграда. То есть это не совсем критичная история, а даже где-то и позитивная? Можно с разных точек смотреть, конечно, но да, в каком-то смысле да. Доступность, на мой взгляд, доступность первичной медицинской помощи в Светлом лучше, чем в Калининграде. Там не такие проблемы с записью, допустим. Как минимум участковых терапевтов там точно хватает. Получается, получил миллион рублей и сразу купил квартиру, да, в ипотеку? Ну, не сразу, в начале 21-го. Можешь немножко рассказать, вот сколько вот обошлась квартира и сколько платишь в месяц? Так, у меня, получается, однушка в районе улицы Багратиона. Когда мы заключали договор, она стоила 2 миллиона 600. Ну, соответственно, вот вся моя сумма земского доктора, она пошла на первоначальную выплату. То есть ты купил квартиру и начал не жить, а потом, когда был возврат, да, то есть ты государству, когда возвращал деньги, где ты изыскал такую сумму? Ну, опять же, мы не забываем, что это было время, вот 20-й год, конец, весь 21-й год. У нас же буйствовал ковид. И все время, ну, когда я в Светлом работал, меня периодически привлекали к работам, связанным с приемом, лечением пациентов, в которых был диагностирован ковид. И тогда работала вот эта государственная программа доплат. Были так называемые ковидные выплаты. И там, скажем, набегала неплохая сумма. Я потихоньку там откладывал, откладывал, откладывал. И как раз вот в мае 22-го года, я так посмотрел, ну, сколько я отработал, сколько мне оставалось. И я как бы по своим финансам сверился. У меня как раз финансов оказалось примерно столько же, сколько мне предстояло отступных выплатить в случае увольнения. А ты разово, да, просто они как бы... Им надо разово сделать платеж государству. Да. А можешь сказать, сколько в среднем вот таких городах зарабатывает врач после университета, который приехал, может, по программе «Земские докторы». Ну, в общем, в среднем вообще какие заработки? Нет, ну, на самом деле зарплаты разнятся в зависимости от количества выполняемой работы, от должности, которую ты занимаешь. Ну, от и до. Вот, если мы говорим просто-просто по врачам, от 40 и до, там, 40-100, скажем так. То есть это в среднем выше, чем обычная зарплата? Да, я так заметил, что врачи, да, чуть выше среднеобластных зарплат получают здесь, чуть выше. Вот когда ты работал, условия труда, они были? Ну, как бы я понимаю, что там большая нагрузка, да, но приходилось ли часто работать неурочно и так далее? И за это оплачивали в этом случае? Да, это, нет, это не специфика именно Калининградской области, это вообще в целом специфика всей государственной медицины, особенно первичного звена. Переработок хватает. Ну, за них оплачивают? Ну, как сказать, да нет, вот. Ну, я знаешь, я просто к чему спрашиваю. Вот, например, человек, ты не семейный, да, вот у тебя нет? Нет, я холост. Да, а вот приехал человек с женой, с детьми, с двумя там, да, например. У него останется время жить? Ну, наверное, да. Ага, ну, просто надо быть готовым к тому, что нет-нет, да, придется где-то вот оставаться. В том числе, в том числе. Сложно вот в этом плане рассуждать. Если человек не семейный, холостой, я, как бы, более в этом плане гибок, что ли. Я, как бы, могу там где-то задержаться, там, чего-то там доделать и так далее, и так далее. Но, опять же, тут вопрос, если человек будет с семьей приезжать, то он должен понимать, что, конкретно мое, да, мнение, медкадры, медицинские кадры, именно конкретно в Калининградской области, получает очень маленькие зарплаты в сравнении с зарплатами других регионов России. Я так считаю. То есть ты вот сказал 40-100, да? Это в других регионах больше зарабатывают? Ну, конкретно в Якутии, да. Там зарплата гораздо выше. Я уже не говорю про Москву-Питер, а вот именно с тем, что, с чем я лично сталкивался, что я видел, ориентируясь на зарплаты моих одногруппников, однокурсников, которые тоже сейчас в массе своей остались в Якутии работать. Ну, в Якутии, да, понятно почему. Понятно почему. Ты потом, получается, ушел оттуда, да, с работы, и ты устроился врачом в Калининграде работаешь сейчас. Да, да, да. Можешь сказать вот разницу работы? Ну, вот опять же, да, кто-то сейчас может выбирать себе либо поехать в регионы, либо поехать в Калининград сам, да? То есть либо в региональные города небольшие, Калининградской области, либо в Калининград. В чем отличие работы? Если мы, опять же, будем говорить о первичном звене, то самое главное отличие – это то, что на заданное количество населения в самом городе катастрофически не хватает специалистов. Ну, как вообще участковая система устроена? То есть в идеале за участковым терапевтом должен быть прикреплен терапевтический участок с конкретным количеством населения там по приказу Минздрава в среднем там полторы, от полутора до тысячи семьсот человек. Вот такие количества в малых городах области, на мой взгляд, по-моему, более-менее выдерживаются. Опять же, если там ориентироваться на светлый. В Калининграде такого нет. Тут, скажем так, больниц тупо мало для такого количества населения. И участковые терапевты вынуждены ввести гораздо большее количество прикрепленного населения на свою ставку работы. Гораздо больше – это в два раза? В два раза это еще, скажем так, это еще немного. Я знаю случаи, что у одного участкового терапевта до восьми до девяти участков прикреплено. И тогда просто это пахота получается, да? Грубо говоря, да. Зарплаты отличаются в большую сторону в Калининграде, в отличие от светлого? Да нет. Потому что тут по области оклад единый для специалистов одного профиля. А там уже идут эти стимулирующие выплаты и так далее. Ну, плюс-минус они, наверное, как бы не особо отличаются. Это уже зависит от руководства, которое те или иные баллы начисляет, отнимает, может быть. Спасибо, спасибо большое. Расскажи немножечко. Ты вообще сам не пожалел, что переехал в Калининградскую область? Однозначно нет. Почему? Ну, вот по происшествию трех лет проживания я вот чувствую себя именно как дома, на самом-то деле. Я Калининград обожаю, мне здесь очень комфортно. И климат мне здесь очень нравится. Город, его атмосфера, темп жизни, благоустроенность. Многие-многие-многие аспекты жизни именно в Калининграде в лучшую сторону отличаются от подобных аспектов в Якутске. Ну, где я жил до этого. И все плюсы, которые я приобрел, ну, с переездом, получается, да, однозначно перевешивают все минусы, которые я здесь увидел. И я никоим образом не пожалел. Ну, получается, что ты мог бы в Якутске зарабатывать, там, условно, раза в полтора года больше. Раза в два-три. Раза в два-три даже, да, получается. Но, тем не менее, несмотря на... Тут, получается, ты смотришь, зачем ты идешь, да? Либо ты идешь за качеством жизни, либо ты идешь за высокими заработками, да? И качество жизни вот для тебя, то есть ты не решил, да, то есть остаться там, заработать денег побольше, да, и потом переехать. Ты... Вот такая стратегия, она вполне тебе подходит, да, именно сразу переехать, сразу получить качество жизни, но денежки зарабатывать помедленнее. Ну, получается, что да. И это именно в конкретном моем случае. Но, то есть практически по всем параметрам, кроме зарплаты, Калининград выигрывает, да? И Калининградская область выигрывает по качеству жизни. Да. А у тебя план работать врачом дальше? Или ты что-то хочешь другое? Да, естественно. Ну, это такая специальность от него, либо особо никуда и не переориентируешься. Либо рад дальше развиваться, либо просто с этим закончить и какую-то совершенно другую сферу уходить. Ну, то есть ты столько лет потратил, да, на обучение, столько сил и времени, что уже, как бы, отказаться от этого, ну, это надо прямо иметь очень веские причины. Ну, как бы, у меня вообще, как бы, сложная история с медицинским институтом получилась, скажем так. И да, я, как бы, именно в этой сфере себя нашел. И более того, я в этом году поступил в ординатуру, и с осенью буду продолжать обучение. Здесь уже у нас, в Балтийском федеральном университете. Очень интересно. А ты поступил на бюджет? Я поступил на бюджет, да. Мне очень повезло. Ну, вообще много бюджетных мест? И вот, Игорьич, повезло. То есть какие шансы на бесплатном учиться? Шансы есть, но шансы поступить именно на классический бюджет, они минимальны, вот если честно. Потому что институт медицинский здесь, он, во-первых, молодой, а во-вторых, он довольно-таки небольшой. И бюджетных мест выделяется немного. Сколько в этом году было? Их было 53, по-моему, по всем специальностям ординатуры. И все 53 места, они были выделены под целевой набор. То есть целевое поступление, это когда абитуриент приходит уже с договором от какой-то конкретной больницы. И они, скажем так, в общем конкурсе не участвуют, они практически поступают напрямую. И вот в моем случае я подавал документы на терапию, в ординатуру. Там было выделено 9 бюджетных мест, и все они были, подразумевалось, что все они пойдут целевикам. Но принесли целевые договора 8 человек, да? Одно место целевой осталось невостребованным, и вот это одно место, и вот его кинули на общий конкурс. А так как у меня кое-какой опыт уже набрался за это время, за врачебный стаж там добавляются дополнительные баллы к экзаменационным баллам. Я в свое время работал медбратом, за это тоже кое-какие баллы получил, и за работу ковид баллы добавляются. И так уж получилось в этом году, что у меня был самый высший балл, и это место, оно отошло ко мне. Вот когда идет образование платное, ты, наверное, все равно изучал, рассматривал. Это сколько, какой порядок цифр может быть? БФУ, да, имеется в виду. А, да, да, да. Так, от 250 до 280 тысяч. В год? В год, да. Сама ординатура, она идет два года. То есть где-то полмиллиона надо, чтобы отутлиться. Вот эта история, что у тебя повысится, да, уровень, да, то есть у тебя повысится, это как на плате отразится, или это будет работа другая у тебя после этого? Другая работа. Сам характер работы, она изменяется, потому что после шести лет лечебного дела ты можешь работать, ну, грубо говоря, только в поликлинике, участковым терапевтом, либо там дежурным терапевтом в приемном покое. То есть у тебя как бы вариантов немного на самом-то деле. А с ординатурой ты можешь работать лечащим врачом именно в больнице, в стационарных отделениях. Не сидеть в поликлинике, вести прием, а именно лечащим врачом поступающих пациентов в отделении. Эта работа, она как бы более легкая или она более творческая? То есть она чем лучше? Нельзя сказать. Тут каждый для себя должен решить. Кому-то нравится на приеме сидеть, кому-то вести пациента, ну, грубо говоря, от начала до конца, да? Поступил человек с неким набором жалоб, симптомов, диагнозов и так далее, и ты этого человека в стационарных условиях ведешь, ну, видишь каждый день, ведешь от начала до конца, там, видишь его динамику, состояние, там, можешь очень быстро реагировать на те или иные колебания его состояния. Я, как бы, конкретно в моем случае, так как мне удалось немножко в отделении стационария отработать, во время ковида, я имею в виду, такой стиль работы мне более ближе, чем работа в поликлиниках, в первичном жене. Есть ли какие-то еще важные вещи в твоем переезде, или какие-то выводы, или какие-то рекомендации другим ребятам, кто планирует вот таким путем переезжать в Калининградскую область? Может, по программе «Земский доктор» или вообще, как бы, работать с медиком? Честно, моя рекомендация – езжайте на Дальний Восток, там по «Земскому доктору» выплачивать не миллион, а два миллиона. Зарплаты там повыше, скажем так. Ну, то есть, опять же, мы же потеряем качество жизни, да, или просто лучше эти два года отработать, а потом уже решать, да, с двумя миллионами там, сильно проще ту же квартиру купить, да? Да, 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 да. Ну, если есть хороший тыл, если есть какой-то, ну, энтузиазм и так далее, наверное, будет, ну, немножко неправильно вот отговаривать от переезда, ну, и прям зазывать. Это должен каждый для себя решить. И все должны иметь четкое понимание того, что зарплаты тут, как бы, при прочих равных условиях труда, жизни и так далее, они будут, ну, наверное, ниже среднероссийских. Объем работы может быть и больше, ну, в связи с ситуацией, которая сейчас именно, если именно говорить про медицину области. Но, тем не менее, как сказать, ну, кадры-то нужны в любом случае области. На самом деле, это отрадно видеть, что, ну, как бы, ребята сюда приезжают, в том числе молодые выпускники. Ну, это идет плюс развитию местной медицины. Интересно, как медицина устроена чуть-чуть, да? Вот люди переезжают, планируют свой переезд, они планируют, они хотят понять вообще, есть ли медицина здесь, и в каком она плюс-минус виде. Ну, безусловно, есть. Ситуация сложная, но она не стоит на месте. У нас медицинские центры строятся, поликлинику на Горького, по-моему, уже достраивают или построили, уже не, сейчас не скажу. Насельный, я имею в виду, новую. Если говорить про здесь и сейчас, надо же отметить тот факт, что вот я квартиру покупал-то в 21-м году, еще вот до этого очка цен на недвижимость. Я считаю, что я как бы успел заскочить в этот последний вагон поезда, у меня еще, тогда еще банки, ставки были по ипотечным кредитам небольшие и тому подобное. А зарплата с того времени, ну, особо-то так и не выросла на самом-то деле. Сейчас уже сложнее, сложнее это реализовать такой. Да, в этом-то и дело. Даже и с этим условным миллионом, который ты получишь при первичном трудоустройстве. Вот, грубо говоря. Ну, у меня вот ежемесячный платеж выходит около 14 тысяч. Объективно это нормально. Это очень, это очень немного. Ну, да, 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 да. Вот у меня коллега тоже брала недавно и в ипотеку, квартиру в Балт-районе. Тоже однушка, но они в Пербиске брали. У них платеж... А, у меня еще и срок не такой гигантский был. На момент заключения договора на 15 лет заключали. Два года прошло. Потом я еще там сверху докладывал на ежемесячный платеж. Еще там полтора года скинул. У меня на данный момент остается 10,5 лет, по-моему. Моя коллега, они с мужем брали на 30 лет. И у них ежемесячный уже, ну, не 14, а около 35, что ли. Ну, это прям... Вот это уже больно. Мне кажется, 30 лет и 30 тысяч. Ну, у них как бы... Ну, первичный разнос... Ну, первичный износ, да, вот это вот, когда мы только заключаем договор. Да. Первоначальный износ, ой, извиняюсь, был не такой большой. Другой мой коллега взял квартиру, там тоже в первичном звене. Он оплачивает около 45, что ли. Тоже на 30 лет. Ну, это прям тяжело, да. Ну, когда еще двое работают, еще, ну, более-менее это еще можно потянуть. В одинаково-то, конечно, невозможно просто. Но опять же, двое работают, один потерял работу, один заболел. И все, эти 45, они могут просто тянуть очень жестко. То есть, мне кажется, в моем случае как-то звезды сошлись очень удачно. Ну, сейчас, да, сейчас не стоит рассчитывать, по крайней мере, на это. Ну, а вот ты сказал, что ты прожил в Якутии, да, получается, и как-то твоя жизнь изменилась, да, кардинально к лучшему здесь. Можешь чуть-чуть раскрыть? Самый главный плюс – это климат. Я обожаю местный климат. Мне здесь очень-очень комфортно. Нет этих морозов. И жары такой нету, да, летом, как в Якутии. Наверное, все-таки жарко, да, летом? Да, в Якутии летом жарче намного, чем здесь. Я здесь именно ощутил именно комфорт климата. В Якутии, когда ты живешь, там летом невыносимый зной, зачастую пожары вот эти вот случаются в тайге. Как бы очень многие населенные пункты накрывают смогом от пожаров, дымом. Тоже это, как бы, скажем так, существенно влияет на качество жизни. Периоды засухи очень часто, когда там за два, за полтора месяца ни капли осадков не выпадает. А зимой нереальный холод, и ты, грубо говоря, всю зиму заперт в помещении. Как будто тоже давит. А здесь я ощутил, ну, ощутил комфорт погоды именно. То есть, получается, вот этот коридор, температурный коридор, он в Калининграде сужен. То есть, и зимой теплее, намного причем, да, я так понимаю. Намного, да, да, да. И летом прохладнее. То есть, ты попадаешь в более комфортный вот этот промежуток от минуса к плюсу, да. То есть, и вот эти крайности, которые присутствуют на севере или на Дальнем Востоке, они уже тебя здесь так сильно не мучают. Да, 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 да. Ну, а в плане вот развитости и благоустройства Калининград лучше выглядит, чем Якутск? Да. Вот это тоже я, вот честно скажу, Калининград в этом плане бы ушел далеко вперед. В плане... В чем это проявляется? Можешь рассказать? В плане городского озеленения, в плане общественных пространств, в плане вот расселения ветхого жилья, допустим, хотя бы в каком-никаком наличии вот этих вот ливневых канализаций, скажем так, хотя, казалось бы, вот этот вот как бы стандарт, который должен соблюдаться в любом современном городе, ну, в Якутске с этим очень большая беда. Но, опять же, наверное, вот там местные градостроители, там коммунальные службы любят попенять на то, что, ну, вот мой город такой находится на вечной мерзлоте, у нас сложные климатические условия, это тоже, может быть, в какой-то мере оправдывает то отсталость, именно благоустройство. А что но? Ну, может быть, здесь... Ну, я думаю, что но, но это все-таки, когда ты едешь в какие-то города Северной Европы, да, и... У меня сын просто сейчас полгода учился в Финляндии, и там нет никаких проблем, там все... Там тоже очень холодный климат, ну, то есть зимой очень холодно, но там умудряются делать хорошее благоустройство. Тут просто надо, ну, как бы, учиться этому, да, и перенимать опыт и стараться делать. Спасибо тебе большое, да, за то, что вот написал, за то, что согласился так откровенно подробно обо всем поговорить. Удачи тебе, пусть у тебя все сложится хорошо в Калининградской области и работа, и жизнь. Спасибо. Да, спасибо, ребят, всем, кто посмотрел это видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если не поставили еще почему-то. Всем пока, Сергей, пока. Пока.